Ну а перед просмотром видеоролика представляем вам C1K. Они представляют широкий спектр услуг, начиная от обычного и быстрого обмена криптовалют, широкий пул финансовых услуг, заканчивая консалдингом и майнинг-оборудованием. И это серьезная структура, которая работает сразу в 5 странах, таких как Россия, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Китай. По специальной ссылке в описании к видеоролику вы получите кэшбэк в размере 10% от прибыли C1K при совершении обмена, а также можете заработать, передав вашу партнерскую ссылку вашим знакомым, зарабатывая с ваших рефералов 5% с прибыли C1K. Абсолютно любой человек может стать частью этой партнерской программы. Ссылка в описании. Итак, всем привет! Я думаю, всех интересует, что сейчас думает человек из будущего, тот самый провидец, который предсказал то, что дно по биткоину было 15 декабря 2018 года. Об этом сообщил аноним 21 января 2019 года. И он назвал цены на биткоин. И он правильно все назвал до октября 2019 года, поскольку в октябре 2019 года биткоин пампили, но пампили на 10500 долларов, а не на 16000. И, соответственно, здесь в апреле 2019 года мы так и видели биткоин по 5300 долларов. В июле 2019 года мы видели биткоин по 9200 долларов. Кроме того, когда аноним писал этот посыл, он сообщил, чтобы вы скринили это, потому как, значит, никогда графики не врут. Но, тем не менее, конечно, в октябре мы не увидели такой цены на биткоин. И, соответственно, все это был развод. Что касается, значит, на данный момент подобных анонимов, например, вот в октябре немного запоздало, аноним написал, что топ по биткоину был 26 июня 2019 года. И он заявил, что после сентября мы будем только падать и падать. Dump and dump. И затем мы увидим капитуляцию. За скриньте это. Ноябрь 2019 года биткоин 6300 долларов. Кстати, почти попал. На самом деле, даже я прогноз, который давал по закрытию гэпа 6400 долларов, мы еще, к сожалению, его не закрыли. То есть биткоин упал на 6500 долларов. Это абсолютно локальное одно за последнее время. Что касается, значит, декабря 2019 года биткоин будет 7200 долларов. В январе 2020 года мы увидим биткоин по 6400 долларов. В феврале 2020 года мы увидим биткоин около 9000 долларов. В марте 2020 года мы увидим биткоин в 7600 долларов. В апреле мы увидим биткоин 6300 долларов. В ноябре очень хороший промежуток, прорезок времени, потому как пропущено лето, целый сезон мы увидим биткоин 2100 долларов, а вот в ноябре 2021 биткоин будет 580 долларов. При этом капитализация всего рынка криптовалют будет 15 миллиардов долларов, а доминация BTC на рынке криптовалют вырастет и она будет 80-86% вместо настоящих 66%. Ну и также он сказал, что графики никогда не врут. Что можно сказать, какие сделать выводы? На самом деле я считаю, что это утка, а почему? По одной простой причине, после халвинга биткоин, конечно он падает, как и вот в настоящее время лайткоин, но я считаю, что за счет уполовинивания, за счет того, что хешрейт растет, несмотря на запрет в Китае, несмотря на трудности, которые сейчас есть, биткоин все равно майнить очень трудно. А с халвингом, а с уполовиниванием награды это будет еще труднее сделать. Соответственно, можно сделать вывод, что предельно приблизительные значения мы можем увидеть вплоть до февраля 2020 года, что-то примерно такое у него будет сбываться. Но я скажу, что 6400 долларов это ключевая отметка, от которой биткоин, если уже толкнется вниз, да, и очень далеко и глубоко он занырнет, то непосредственно там уже мы будем смотреть и такие цены, как 5500 и 5000 и даже 4000 за один биткоин. То есть, почему так произойдет? Потому что альткоины сделали практически уже ретест с дна, то есть биткоин вырос быстрее всех, то есть параболика у него была быстрее всех, но на самом деле параболика была у лайткоина быстрее всех, потому как лайткоин дал 500% прибыли, а биткоин 300. Но, тем не менее, альткоины, как бы в этом булране, они принимали участие, но они и быстро сдулись, да, то есть многие думали, что сейчас будут десятки иксов, а всего лишь эфириум дал 3 икса, лайткоин дал 5 иксов, но в принципе это неплохие результаты. Но далеко не все криптовалюты росли как нужно было расти, например, тот же стеллар почти, ну практически не рос, да, можно сказать, дал там x2 с горем пополам, но тем не менее. Поэтому, в принципе, мы можем сказать, что вот то, что здесь написано, это скорее всего утка, да, и поскольку сейчас уже запущенный бак, то обваливать биткоин на 15-миллиардную капитализацию, ну это такое. Если это так и будет, я наоборот буду рад, я буду закупаться, но при этом я хочу, чтобы вы здраво подумали, что если будет такая капитализация рынка криптовалют, да, то, соответственно, мы увидим хакерские атаки, мы увидим полный хаос, мы будем видеть вот те самые атаки 51% на Proof of Work, поэтому я считаю, что да, действительно было бы неплохо, да, иметь биткоин по 880 долларов, но таких значений как бы навряд ли мы увидим. И, соответственно, из выводов, один, почему мы не увидим такие донные значения, это то, что биткоин уже многие знают, про него многие наслышаны. И, соответственно, в Google Trends через поисковую машину Google сейчас действительно очень хорошая активность по биткоину, то есть она опять-таки поднимается. Ну и, соответственно, по данным Google Trends сейчас многие люди опять-таки ищут запрос биткоину в связи с падением, да, и, соответственно, интересуются биткоином, кто-то интересуется, чтобы закупить, кто-то, возможно, сидит в холде и кусает локти, то есть это тоже такое возможно. Поэтому, в принципе, так как биткоин упал с 13 700 долларов, конечно, им сейчас интересуются и поисковая машина Google, она, конечно, сейчас отчасти забита запросами по биткоину, но не так, как было в 2017 году. А вот что касается, в принципе, BitMEX, то, что страховой фонд используется для осуществления расчетов с клиентами в случае невозможности покрытия позиций за счет имеющего обеспечения. И BitMEX, таким образом, биржа на вот этом падении, она нарастила количество биткоинов, да, и по состоянию на 24 ноября, в принципе, уже фонд имеет 32 800 биткоинов, что соответствует 226 миллионов долларов. Ранее у BitMEX было 20 700 биткоинов и сейчас биржа наращивает это количество. Поэтому, в случае, если биржу хакнуть или еще что-то будет, то, в принципе, это очень важно, то есть иметь вот такие страховые сбережения. Напомню вам, что ранее биржу Binance обокрали на 5000 биткоинов и это очень интересно. То есть, там все замудрено так, что такое ощущение, что сама биржа себя и обокрала на 5000 биткоинов и создала такой новостной фонд, чтобы люди сливали биткоин. Напомню вам, что это случилось весной, если меня не изменяет, 2019 года. Ну, а что касается других более-менее хороших горячих новостей, то, что менеджер Ванек сообщил, что рынок биткоина стремительно теряет ликвидность и избегаете крупных ордеров. И ликвидность биткоина быстро испаряется, что видно на резком расширении спреда между спросом и предложением для 10 миллионов сделки. И в связи с этим, Гурбах допускает, что рынок может резко повернуться в любом направлении и рекомендует избегать размещения крупных заявок. Ну, отвечая на вопрос о том, кто будет размещать 10 миллионов заявки на биржах, менеджер Ванек пишет, что на это способны маркетмейкеры, внебиржевые платформы и некоторые учреждения. Кроме того, 10 миллионов долларов набирается достаточно быстро на мелких сделках, которые оказывают такое же влияние на рынок. Но, собственно, с точки зрения того, что мы сейчас имеем, сейчас действительно нужно пока что подождать. Если говорить про рынок, про его тренд, все-таки, как ранее я указывал в веб-группе, то, что тренд имеет еще коррекционную фазу. Так как мы выросли в июне, да, то сейчас идет вот коррекция, да, то есть биткоин корректируется. То, что сейчас мы видим, это отскок, то есть коррекционная фаза с отскоками. Почему нужны отскоки, почему биткоин сразу не может упасть там на 3000 долларов, да, потому что все это делается для того, чтобы, значит, порубить маржинальщиков, тех игроков, которые играют в сделки с плечами, да, балуются на биржах BitMEX или Binance. На Binance с недавних пор тоже открыта маржиналка, поэтому, в принципе, сбривать и так и будут. То есть рынок падает, но падает с отскоками, и он будет это делать всегда для того, чтобы брить маржинальщиков. То есть без этого не обойтись, без этого никак, без этого биржа, опять-таки, не заработает. Ну вот такие дела, пока что будем смотреть, тем не менее увеличены объемы. Я считаю, что часть крупных игроков уже начинает закупаться, но тем не менее еще не нужно торопиться, потому как действительно сейчас нам необходимо устаканивание на рынке, да, и, соответственно, я не скрываю того, что у нас по лайткоину открыта позиция, пока что в минус, но лайткоин такая монета, что там не жалко ее открыть, и причиной открытой позиции стало то, что сработал лимитник, и когда на проливе он сработал, все еще полилось куда ниже. В целом картина очень даже приятная. Все, всем удачи, всем пока и до новых встреч.